Посмотрите, сколько людей. Просто идет огромная толпа. Мост лопается. Какой муравейник в Донецке. Привет, с вами Виконста. Сегодня у нас праздник в Донецке. День города и День шахтера. Хочу пожелать всем огромного крепкого здоровья и мирного неба над головой. Сейчас я нахожусь на проспекте Ильича. Вот там брусчатка, площадь Ленина. Дорога идет в сторону бульвара Шевченко. И вот набережная. Пройдемся в сторону парка Щербакова через бульвар Пушкина. Посмотрим, как же Донецк празднует свой день рождения. Брусчатка эта лежит уже очень долго. Почему здесь ее постелили? Да потому что очень большой уклон со стороны площади. И вот эта вот вся дорога, если постелили асфальт, она потихонечку испортилась. И асфальт просто скатился. Очень большой угол. Мне кажется, это самое скользкое место, потому что сцепление с дорогой очень маленькое. Еще очень скользкое место. Это со стороны ОЦКБ. Вы спускаетесь на ремботехнику. Тут хоть камень, а там просто плиточка. По-сухому затормозишь. Буквально сразу же через 3-4 метра покрышки уже теряют сцепление. Вот тоже там большой уклон, поэтому решили постелить все плиточкой. Всем очень интересно, как же живут люди на Донбассе, посмотреть их быт, чем они занимаются. Поэтому я решил записать для вас вечерний влог, чтобы вы посмотрели, как Донецк празднует День города. Гонщики ездят. Ну вот дошли мы до Донмака. Официально на этом месте раньше был Макдональдс. Но сейчас он называется вот так. Ну и вот площадь Ленина. На горизонте театр. Донбасс-палац. Ленин стоит. И туда дорога идет на проспект Ильича. Здесь никаких концертов не будет. Концерт основной в стороне парка Щербакова. Но я вам немного покажу окрестности. Может кто давно здесь не был. То вот смотрите. Есть вывеска Сбербанк России. Но вы не обращайте на нее внимания. Потому что Сбербанк здесь не работает. В Донецке работает всего лишь один банк. И он осуществляет банковские операции. Здесь внутри по месту. То есть он не подключен ни к одной системе. Ни мир, ни виза, ни мастер-карт. Но карточки пластиковые есть. Там получают на них зарплату. Ну и социальную помощь. То есть вы можете прийти рассчитаться в магазине. Но сделать покупки за рубежом вы не сможете. Так как она не официально не зарегистрирована ни в одной стране. Ее не признали. И вот мы подходим к главному фонтану города Донецка. Недавно делали реконструкцию. Но вот он сейчас в таком состоянии. Напор воды хороший. Конечно сюда бы сделать подсветочку. И было бы вообще четко. Всем очень интересная тема. Как живут люди на Донбассе. Прежде всего хочу рассказать о зарплатах. Зарплаты разные. Начиная от 8 тысяч рублей. Заканчивая до бесконечности. Из моего окружения меньше 20-22 тысяч рублей никто не получает. Я говорю за молодежь. Также вы можете сказать то, что есть меньше зарплаты. Кто напишет в комментариях. Может я получаю 8-12 тысяч рублей. Да есть такие зарплаты. Но это дело каждого. Где нашел работу, там и работаешь. Теперь рассказываю реальные примеры жизни. У меня есть друг. Он работает учителем физкультуры в школе. У него было одно образование. Но спустя некоторое время он решил перейти с одной работы на другую. Вот он сейчас учится на заочке физкультурном. И получает второе высшее образование. Я у него как-то спросил. Я говорю, сколько ты получаешь? Ну приблизительно за август мне должны были перечислить около 22 тысяч рублей. У него там есть классное руководство еще в одном классе. Пятый или шестой кажется класс. Но вот у кого есть конечно большой опыт работы. То зарплаты там доходят до 30 тысяч рублей. Повышение зарплат было недавно. Поэтому вот это вот реальный пример из жизни. Конечно может где-то в каких-то других местах люди получают. И по 50 и по 40 тысяч рублей. Но как-то живут. Всю эту неделю была здесь выставка на бульваре Пушкина. И также проходила ярмарка. Но время уже позднее. Поэтому все свернулись. Но от каждого района оставались вот такие композиции. Видите в Донецке 9 районов. И каждый сделал композицию. Первый Кировский район. Видите здесь все фотографируются. Самовар с бубликами. Можно фоточку сделать. Вот туда голову вставить. И запечатлеть себя на память. Дальше Ленинский район идет. Матрешка. Композиция. Двое на скамейке. И вон даже приволокли царь Пушку. Такая же стоит в стороне Белого Лебедя. Вот Куйбышевский район. Петровка. Медведь. Фонтан каскадный. С одного места перетекает вода в другое. Собираются люди, которые занимались продажей продукции. Теперь расскажем о коммунальных услугах. Ну вы для себя в комментариях будете сравнивать. Допустим, куб газа. С 1 июля было подорожание. Куб газа стоит 2 рубля 75 копеек. 1 киловатт электричества до 150 киловатт стоит рубль 25. Отопление на протяжении 12 месяцев. Это 12,53. Если вы платите каждый месяц. Куб холодной воды стоит 31,50. Это вместе со стоками. И куб горячей воды 65 рублей. Но вы в комментариях напишите, какие у вас расценки. Чтобы вы могли сравнивать между собой города, страны, где вы там находитесь. Если для общего расчета вам будет проще перевести в доллары, то вы можете через калькулятор, либо через конвертер валют, через гугл перевести все в единую валюту, чтобы вы могли сравнить. Еще очень интересная тема съем жилья и покупки квартиры. Вы можете купить недвижимость в Донецке только по местному законодательству. От вас всего лишь нужен будет паспорт. Я вам так скажу, чтобы снять квартиру в Калининском районе, двухкомнатную, евро-двушку так назовем, для молодой семьи, то вам нужно будет потратить около 10 тысяч рублей. С недавнего времени стоимость оплаты аренды жилья очень подорожала. Раньше можно было снять тысяч за пять. Но сейчас, к сожалению, цены начали расти вверх. Очень много жителей переезжают с ближайших городов. То есть Илалаис, Горловка, Харциск, Торецк, поближе в Донецк. Почему так происходит? Ну, это естественная миграция. С маленьких городов переезжают в более крупные. Ну и плюс есть больший шанс найти здесь подходящую работу. Посмотрите, сколько людей. Просто идет огромная толпа. Мост лопается. Представьте, он не каждый день выдерживает такую нагрузку. Но вы просто почувствуете эту атмосферу. Все уже поприезжали с морей, с отдыха. И сегодня вырвались на праздник. Но все-таки праздник один раз в год. И праздник очень серьезный. Вот тут без комментариев. Вы сами все прекрасно видите. Идет сплошной поток людей. Здесь более-менее место еще есть. А там мост сужается. И пространство становится все меньше и меньше. Вот тарзанка. И вот там по тросу все летят вниз. Сегодня концерт. Там уже поставили сцену. И пройдемся, покажем, как же выглядит парк Щербакова в день города. Вот, кстати, полетели один и второй. Парк Щербакова сегодня реально переполненный. Представьте, это огромные площади. Будут забиты людьми. Кто здесь ни разу не был, тому рекомендую сюда приехать. Так как парк Щербакова один из самых больших парков в Донецке. Здесь можно покататься на катамаранах, арендовать лодку. Ну и прокатиться на каруселях. Не пройти. Сначала покажу всю правую сторону. Вдоль столка туда пройдемся. Вот там с той стороны бывала раньше танцплощадка. Но сейчас она не работает. Ну, видимо, здесь вот единственная танцплощадка. Зачем еще одну? Вот там их останавливают. Такую мягкую подушку. Вот этот танцпол. Здесь раньше очень много жителей собиралось и танцевало. Смотрите, туда я даже не собираюсь подходить. Почему? Потому что толпа стоит. Я просто туда не прорвусь. Нужно было заранее занимать места. Давайте прогуляемся еще по аттракционам. Глянем, что здесь работают. Также должны были установить колесо обозрения. Но, к сожалению, не успели. Дамин залили, но что-то пошло не так. Вот здесь рыбалочка. Сто процентов вы что-то поймаете. Видите, рыбу ловят. Интересная забава для детей. Виртуальная реальность. Мне интересно, что там в стороне колесо обозрения. Как оно это все дело выглядит. Сейчас прогуляемся, глянем. Очень много людей собираются на массовые мероприятия. Зеркальный лабиринт. Посмотрите, какая очередь. Тир. Все показывают первого лица. Вот сам иду. Я думаю, вы хоть немножко ощущаете эту атмосферу. Какую большую конструкцию усиленную поставили. Ну, сейчас поближе подойдем, я вам покажу. Да, мощное будет колесо. Ну, опять его ставят лет на 50, как минимум. Ну, а так, прошлое колесо обозрения уже по техническим характеристикам не могло эксплуатироваться. Поэтому его решили заменить. Куда ни глянешь, толпы народа. Из профнастила сделали забор, чтобы люди туда не ходили. Ну, и вот колесо обозрения. Посмотрите, оно поменяло немножко свое местоположение. Туда сдвинули его. Проход как тракционом. Кому интересно вот такие цены? Ну, девочке 2 года, маме 32. И вот там автомобили внизу. Сейчас как раз глянем, сколько там катается людей. Это что, очередь такая? Посмотрите, вот это все стоят, чтобы покататься. Сколько их всего? Два, четыре, шесть машинок. Помню, раньше гоняли на таких. Было весело. Но сейчас эта забава осталась. Бывает, как друг друга заедешь, вот туда в угол где-то станешь. И приходилось людям вручную вытаскивать их. Здесь тир в закрытом помещении. Тоже хорошо сделали. Там стенку поставили. И никуда оно не улетит. Вдоль набережной сидят вон на поселках люди. Праздную день города, день шахтера. Чуть дальше аквасфера, аквапарк. Ни разу там не был. Все, хотел как-то пойти. Там также на территории можно посещать либо чисто бассейн, либо зайти в аквапарк. Дорога выходит в сторону общежития. Через мостик перейдете и будете в общежитии. Одна детвора катается. Наверное, лет до 17 максимум. Смотрю по лицам. Стариков не видно. Но здесь хороший вестибулярный аппарат должен быть. Чтобы у вас не закружилась голова. Еще хочу вам показать одно такое знаковое место. Все, у кого свадьба, здесь фотографируются. Возле фонтана такая стенка и сверху вытекает вода. Я думаю, будет очень интересно посмотреть это место тем, кто здесь хоть раз был. Плохое освещение там нет. А так, конечно, днем здесь прекрасные фотографии получаются. Стоят американские горки. Но что-то я смотрю на них не ездят. Очень давно я катался. Но, видимо, тоже уже аттракцион технически неисправен. И администрация запретила здесь кататься. Потому что, смотрите, все ржавое. Но, может, на этом месте когда-то появится более увлекательная игрушка, на которой можно будет кататься. Еще крутит их по кругу. Посмотрите, какие очередя. Как за чебуреками. Вот эта вся толпа идет. Билетов накупили. А теперь, когда отстоят очередь, чтобы попасть на вот эту грудилку. Вот еще там клоун крутится. Сколько здесь народа? Мне кажется, я бы не вытерпел и не стал бы ждать. Прежде чем подходить к кассе, я бы посмотрел на очередь. Еще один аттракцион. Это орбита. Там тоже поднимается на конструкции. И крутят эти кабинки. Некоторые между собой общаются. Я услышал то, что одна сказала. Я говорю, что час двадцать стояла, чтобы покататься на этом аттракционе. Реально. Выдержка должна быть капитальная. Сейчас хоп и назад туда отъедут. Парк Щербакова сегодня. В праздник. День города и день шахтера. Прыгалки, скакалки. Еще очень много аттракционов осталось с прошлого века. Пока я туда обратно прошелся, показал вам аттракционы, мне кажется, народа прибавилось ровно в два раза. Раньше я тут спокойно шел. Буквально десять минут назад здесь посвободнее было. Музыка очень сильно играет, но я вкратце вам расскажу. Здесь продают шашлыки, мороженое, чебуреки, пиццу. В общем, все, что хотите. Сейчас постараюсь повыше прорваться. Хочу показать вам атмосферу возле сцены. В одном месте только есть проход. И этим все пользуются. То есть там стоит статическая толпа. Ну что, может быть, дано ее? Все, все, все. Все, все, все. Вот сцены музыка забивает уши. Колонки очень мощные. Все, все, все. Все, все. Такой он занят. Все, все, все. Все вместе еще раз. Отлично! Аплодисменты себе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я показал вам день города в Донецке Если вам понравилось это видео Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки Ну и конечно пишите комментарии С вами на канале был Виконста До новых встреч! Пока! Посмотрите какой муравейник в Донецке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok